Всем привет! Вы вновь на моем подоканале, где я рассказываю и показываю все реальные случаи из моей практики. Подпишитесь на мой канал, если вы еще это не сделали, и возможно именно в новых видео вы увидите важную информацию для себя. Меня зовут Татьяна Пак, владею частной подологической практикой в городе Красногорск Московской области. И сегодня у нас на разборе вот эта вот красивая мозоль. С первого взгляда ее можно отнести из ряда натоптышей. И как правило, вот такие вот небольшие ороговини в зоне плюсной такого особого дискомфорта владельцу не приносят. Во всех моих видеороликах я всегда акцентирую внимание на то, что где бы ни образовался натоптыш, а мозолилась и листежневая мозоль, ведь просто так же она в этом месте не могла образоваться, вызвало ее образование какой-то фактор, а может быть и совокупность нескольких факторов. И главной причиной образования ороговини на стопе это деформированный сустав. Вторым фактором может послужить какое-то инородное тело, попавшее в обувь, либо декоративная отстрочка в обуви, попадающая на то место, где образовалась мозоль. Данная мозоль, с которой я сейчас работаю, говорит о том, что здесь деформация идет в зоне плюсной, в районе второго, третьего и, возможно, четвертого сустава. Если вы приглядитесь, мозоль, она расположилась именно в зоне вот этих трех пальчиков. Значит, именно в этом месте, если посмотреть на рентгене, либо на планкостопе, специалист уже ортопед, он увидит вот эту вот деформацию. Много лет тому назад, возможно, когда еще подология активно так не развивалась в России, возможно, пациент еще и не знал, что есть такие вот специалисты-подологи, которые могут очень корректно и работать вот с такой вот проблемой, решать ее на таком вот профессиональном уровне без какой-либо реабилитации последствий. И на тот момент пациенту было предложено решить его проблему путем лазерного иссечения. Я считаю, что это очень грубое внедрение в кожный покров, которые после с большей вероятностью будут иметь какие-то последствия. И уже убрав какую-то часть амазолелости, вы видите на кожном покрове, на розовом кожном покрове последствия той вот радикального внедрения лазера путем лазерного иссечения. Это образование, пожизненного образования вот этой вот рубцовой ткани. Из-за поперечного плоскостопия мозоль как образовывалась раньше, так и образовывается на данный момент. Единственное, что методом патологии палеотивно, на палеотивном уровне, можно помочь такому пациенту, вот так как делаю это я сейчас на видео, избавить его от вот этих всех роговых масс. Вы видите, именно вот сейчас я и извлекаю маленький корешок вот этой вот, казалось бы, плюшки, на первый взгляд амазолелости, но она имеет вот такие вот несколько корешков, вот дальше вы увидите, несколько корешков, точек, которые именно в этих точках идет активное давление и трение, образуется наивысшая глубина вот этой вот амазолелости. Если у пациента раньше просто в зону плюсно образовывалось вот такое вот ороговение, которое доставляло ему дискомфорт, то после такого вот радикального лазерного вмешательства в кожные ткани, после образовалась рубцовая ткань, вот сейчас вы четко видите вот этот вот рубец, проходящий горизонтально относительно стопы, то помимо болезненности от самой амазолелости, пациент стал чувствовать дополнительно болевой симптом от уже рубца, от давления на вот этот вот чувствительный рубец. Мозоль уже полностью извлечена, вы видите, какого размера она была, как выглядит кожа под самую мозолю. Вот при пальпации уже пациент не чувствует того дискомфорта и той болезненности. Такой палеоативной помощи хватает на продолжительное время. Выбирайте всегда правильный подход по решению вашей проблемы и нужного специалиста. Любите свои ножки, легкой вам походки. С вами была Татьяна Пак и увидимся в моих следующих видео. Пока!